Всем привет! Произошло то, чего мало кто ожидал. Вчера, несмотря на то, что производство сериала все еще продолжается и по сути находится на полпути, в HBO вдруг выкатили первый дебютный тизер-трейлер первого сезона сериала «Дом дракона». Если кто вдруг вообще не в курсе, о чем речь, это приквел «Игры престолов» о гражданской войне дома Таргариен, названной «Танец дракона». Данный проект всем ожидаем в 2022 году, а для HBO он и вовсе критически важен. Ведь «Дом дракона» это единственный их шанс все-таки вернуть назад ту бешеную популярность, что была у «Игры престолов» и которую шоу растеряло в восьмом сезоне. Также «Дом дракона» просто обязан вернуть вновь доверие зрителей и их лояльность, чтобы после этого все-таки попытаться заявить свои права на трон нового короля фэнтези и короля сериала. Что же, выпущенный тизер оставляет довольно двоякое впечатление, предлагая разобрать все его детали по мелочам и попробовать понять, что нас ждет – «Триумфальное возрождение» или «Окончательный провал». Итак, прежде чем по косточкам разобрать новое промо, думаю, будет не лишним в двух словах напомнить вам в целом, что касается будущего сериала от HBO, о чем он, что и кто сейчас создает, ну и так далее. Что ж, я думаю, вы в курсе, что о начале работы над новым сериалом «Одоми Таргариан» стало известно практически сразу же после отмены приквела о «Долгой ночи». Причем там сразу было видно, что в HBO невероятно спешили, и безо всяких раскачек, понимая свое критическое положение, тут же дали зеленый свет приквелу на первый сезон. Теперь же в двух словах о команде будущего проекта. Основным костяком грядущего шоу станут трое мужчин, двоих из которых вы очень хорошо знаете – это Джордж Мартин и Мигель Сапочник. Причем, как известно, последний станет шоураннером будущего сериала, не зная при этом, будет ли Сапочник еще и лично снимать какие-то его эпизоды, надеюсь, что да. Ведь этот режиссер создавал одни из самых эпичных, зрелищных и увлекательных серий «Игры престолов», заслужив огромное уважение и любовь зрителей. Что же касается Мартина, то он курирует весь проект в целом и помогает писать сценарий, тогда как главным сценаристом проекта заявлен Райан Кондал, которому помогает еще несколько человек. Ну и последнее, прежде чем перейти к разбору, напомню вам в целом, о чем же будет новый сериал. «Танец драконов» – это история, которая происходит за несколько столетий до событий непосредственной «Игры престолов» и является собой гражданскую войну Дома Таргариен, причем та война была последней, в которой активно использовались драконы обеими сторонами, плюс многие считают, что именно после «Танца драконов» Дом Таргариен, как собственно и сами драконы, оказался обреченным на исчезновение. В общем, чтобы долго не вдаваться в детали, о них поговорим в самом разборе, нужно отметить, что будущий проект – это приквел, и за основу для него взят один из самых интересных и захватывающих периодов Вестероса. Что же, а теперь не буду более вас томить, переходим к делу. Итак, начинается промо с того, что мы видим, как принц Дэймон Таргариен в исполнении Мэтта Смита идет темными подземельями драконьего камня. Это именно те пещеры, где много позже был найден обсидиан, которым вооружались против белых ходоков, но во времена «Танца драконов» до иных мало кому было дело, а сам Дэймон, он же «Порочный принц» или «Принц-разбойник», был занят совершенно другим. Нужно для понимания сказать пару слов о нем самом, ведь уже ясно, что Дэймон Таргариен будет занимать одну из главных ролей, как минимум первого сезона. Принц был младшим братом короля Визариса I, его мы также видим в данном промо, и нужно отметить, что именно после смерти Визариса и началась междоусобица Таргариенов, ведь король, долго не имевший сыновей, сильно приблизил к себе свою дочь Рейниру Таргариен и вразрез всем приписаниям и правилам объявил ее своей наследницей и наследницей Железного Трона. Что же касается «Порочного принца», то он, хоть сам никогда и не правил, был женат на своей племяннице Рейнире и в дальнейшем стал отцом нескольких королей. Так что фигура его более чем существенная, собственно, самого Дэймона Таргариена вместе с Рейнирой мы и видим на следующих кадрах промо, вглядывающихся в морскую даль. Тогда как надписи на экране гласят о том, что событие шоу происходит за 200 лет до падения престола, а голос за кадром, принадлежащий все тому же принцу Дэймону, произносит слова «Боги, короли, огонь и кровь, не они сделали нас королями, это сделали драконы». Интригующе, конечно, если же всматриваться, то, собственно, вот здесь перед нами как раз-таки дракон, или, точнее, его голова в окружении множества свечей. Сложно сейчас сказать точно, что это, череп, либо Лериона, на котором летал еще самый Гонзавоеватель, или, может быть, какой-то другой дракон. Мне тут в сети даже попадалось предположение, что это и не череп вовсе, а прям-таки живой гигант, хотя это, конечно, вряд ли. Скорее мы видим нечто наподобие очень своеобразного алтаря, где черепу дракона отдают дань уважения и почтения. Все-таки не зря же прямо в тизере нам говорили о драконах, которые сделали Таргариенов королями. И уже следом никто иной, как король Визарис Первый, тот самый, который и оставил после себя всю династическую неразбериху. Играет эту роль Пэдди Консидайн, а рука короля сжимает Блэк Файер, один из древнейших валерийских клинков. Что же, судя по промо, нам с вами будут показывать либо некие флэшбэки, либо начнут с предыстории, когда Визарис Первый еще жив, либо, возможно, еще один вариант, когда события будут идти как бы двумя временными ветками, скажем, с разрывом лет этак в 20, и потом мы поговорим об этом чуть детальнее. А пока вот еще один кадр, который мы проскочили, Отто Хайтауэр, человек, который был десницей сразу трех королей, в том числе и Визариса Первого, как раз таки поправляет свой знак. Что касается роли именно Отто Хайтауэра в Танце Драконов, она более чем существенна, ведь десница, как и весь дом Хайтауэр, поддержал претензии на престол своего внука Эйгона Второго, коронация которого послужила началом Гражданской войны. Что же, а вот это уже не менее интересно, Рейнира Таргариан, любимая дочь короля Визариса, которая была объявлена им наследницей и заявила свои права на трон, несмотря на право наследования короны лишь по мужской линии, но, как вы можете заметить, это не та Рейнира, что была рядом с принцем Деймоном, из чего мы делаем вывод, что, опять-таки, возможно, нам будут показывать флешбеки из прошлого, а может быть, это подтверждение теории о двойных временных линиях, когда повествование будет идти, в том числе, с участием одних и тех же персонажей, но в разный период времени. Что же, следом перед нами какой-то турнир, сейчас, честно говоря, сложновато сказать, какой именно, у кого есть свои варианты, пишите их в комментариях, как сложновато на 100% и сказать, что за рыцарь сражается. Мы видим, что один из них точно Таргариан, есть версия, что это не кто иной, как сам Деймон Таргариан, а в руках у него один из двух валерийских мечей этого дома, темная сестра. Но прям однозначно, я бы пока что не утверждал, хоть это и очень вероятно. Что же, а вот дальше начинается жесть. Конечно же, всем нам с вами было крайне интересно, в каком же ключе HBO теперь будет снимать свой сериал. В том смысле, что, скажем, их Игру Престолов очень сильно критиковали за недостаточную инклюзивность, за то, что все ключевые персонажи у них белые, и, короче, за то, что типа так теперь нельзя. Хотя при этом поклонники творчества Мартина, напротив, были очень рады тому факту, что за уши просто потому, что так надо, не притягивались ненужные типажи и не ломался канон. Ну и, конечно, сейчас было очень важно, а как поступит HBO дальше. Что же, прям ответа однозначного на данное время нет, но вот вам первая невеселая иллюстрация, а именно представители дома Веларионов, которых несложно распознать по очень характерной эмблеме. Вообще, Веларионы, безусловно, будут играть крайне важную роль в сериале, ведь они были самыми верными союзниками Рейнира и Таргариан, активно принимавшими участие в войне. А вот что нельзя обсуждать без слез, так это, конечно, внешность представителей данного дома. Ведь по канону они сохранили характерную валерийскую внешность, светлую кожу, серебристые волосы и фиалковые глаза. Их фамилия тоже отчетливо валерийская, так что с Веларианами не брезговали сочетаться браком даже представители дома Таргариан, которые были помешаны на чистоте своей валерийской крови. И вот вспомнив о том, какая же внешность должна быть у Веларианов на самом деле, мы тут вдруг видим такое. Что это, мать вашу, такое? Какие еще темнокожие блондины, хочется спросить? Что за подобие дредов или каких-то афрокосичек у них на головах? Нахрена все это? Ну то есть, понятно, зачем для инклюзивности? Ну вот нельзя, чтобы в наше время и все главные роли достались белым, даже если это и по канону. Но черт возьми, я лично все-таки надеялся, что авторы Дома Дракона смогут устоять и удержаться, не скатившись в подход на Этфликса. Но, видимо, эти надежды были тщетными. Так что теперь остается только гадать, все ли это нарушения канона повесточки во благо, или нужно готовиться к чему-то а-ля Ведьмак. За себя сразу скажу, что если авторы сериала решат прогибаться на полную катушку, то можно будет уже окончательно и бесповоротно закрывать лавочку, прощаться с Вестеросом и уходить в запой. Про запой это, конечно, шутка, но все остальное я вполне серьезно. Напишите в комментариях свое мнение и идем пока дальше. Идем и видим перед нами одну из любовниц принца Деймона Миссарию, также называемую Леди Мизери, которая была танцовщицей из Лиса. Но, интересно, она для нас не этим, а тем, что именно Миссария это некий Варис в юбке, в том смысле, что она была кем-то вроде мастера над Шептунами во времена Танца Дракона. Так что данная героиня крайне интересна для нас с вами, посмотрим, как именно удастся воплотить ее на экране. Не менее же интересно, кстати, для нас и вот эта дама, ведь это никто иная, как сама Алисента Хайтауэр, дочь десницы короля Отто Хайтауэра, которого мы уже видели в промо, а также вторая жена Визариса Первого, подарившая ему сыновей. Именно она, по слухам, и слегка помогла своему больному супругу уйти в мир иной, а что самое главное, именно Алисента была матерью будущего короля Игона Второго, которого так называемая партия Зеленых противопоставила претензиям Рейниры на престол. Ну а что еще нам примечательно, так это данный кинжал, который в руках у Леди Алисенты. Он до боли похож на тот клинок, у которого была такая длинная история в Игре Престолов. Помните, валерийский кинжал, которым хотели убить Браана, из-за которого потом пленили Тириана, который всплыл опять-таки у Браана Старка, подаренный мизинцем, и которым в итоге самому мизинцу и перерезали глотку. Кажется, что в руках у Алисенты Хайтауэр именно это оружие. Интересно будет увидеть его предысторию до событий Игры Престолов, не так ли? Далее же у нас опять-таки турнир, на котором можно разглядеть эмблему Дома Старк, что примечательно, Рейнира и Алисента смотрят на происходящее вместе, то есть пока что они еще не враги. Сир Лейнор Виларион, первый муж Рейниры Таргарин, которому, правда, юноши всегда были больше по вкусу, сражается с кем-то на мечах, сложно определить, кто тот второй и что именно происходит. Ну и наконец, Рейнира Таргарин в более возрастной своей вариации, так сказать, идет к Железному Трону. Как вы можете заметить, это все тот же Красный Замок, хоть окна, скажем, и немного отличаются. А что еще больше отличается, это сам Трон. Да, он все еще похож на то, что было в Игре Престолов, но при этом авторы сериала решили приблизить его к книжному варианту, когда Престол это целое сооружение, утыканное со всех сторон огромным количеством клинков. Видимо, что-то похожее решили воссоздать для нас в Доме Дракона. Собственно, на этом промо заканчивается и что по сути. А по сути получается в целом довольно интересный тизер с множеством персонажей и отсылок, традиционно хорошей музыкой от Рамина Джавади, достойным антуражем и картинкой и единственная опасность, хотя нет, конечно, не единственная, в конце концов по визуалу восьмой сезон тоже смотрелся отлично, но это его не спасло. Короче, одна из опасностей это не перепортит ли нам все навязчивыми современными веяниями. Ну и конечно же, как там будет обстоять дело со сценарием, потому что в Финале Престолов с этим была тотальная беда. В общем, наверное, у меня на сегодня все, теперь уступаю вам место в комментариях, давайте пообщаемся там. А вообще не забывайте ставить пальцы вверх и обязательно подписывайтесь на наш канал, ведь впереди ждет самое интересное. Спасибо всем, кто был с нами и всем пока!